Здравствуйте! На 39 канале городские подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о том, как прошло краевое заседание по обеспечению пожарной безопасности. Что горело ночью на курорте. О достойном результате анапских спортсменов и не только об этом. В Анапе усиливают меры противопожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности в регионе обсудили на заседании Краевой комиссии, которое провел Вениамин Кондратьев. В анапской студии в работе принял участие мэр города Василий Швец. Губернатор подчеркнул, что в прошлом году на Кубани на треть сократилось количество лесных пожаров, а их площадь уменьшилась в 12 раз. Важно сохранить положительную динамику. Впереди сезон отпусков. С каждым днем край принимает больше гостей. Открываются новые тур-маршруты. С улучшением погоды люди пойдут на пикники. Поэтому необходимо усилить патрулирование популярных мест отдыха на природе, чтобы максимально предупредить возможные возгорания в лесах. В Анапе уже созданы межведомственные мониторинговые группы, которые ежедневно проводят рейды по выявлению и предотвращению природных и техногенных пожаров на территориях населенных пунктов, особо охраняемых природных территориях и лесного фонда заповедника Утриш. Для контроля обстановки развернута сеть видеонаблюдения на плавнях в микрорайоне Алексеевском, в Анапской, на Большом и Малом Утрише. Камеры работают онлайн. Сигнал выведен в диспетчерскую службу. Прорабатывается установка еще двух камер в Благовещенской с обзором плавней. Также для мониторинга пожарной безопасности есть три беспилотника. Чтобы ограничить доступ автотранспорта на территорию заповедника Утриш, с мая будут организованы два стационарных круглосуточных поста со стороны СУКО и Малого Утриша с первичными средствами пожаротушения и инвентарем. В Малом Утрише установлен лесопатрульный комплекс с двумя противопожарными прицепами. Автомобиль загорелся на парковке возле жилого дома в Анапе. Об инциденте на улице Парковой сообщили ночью 23 марта в соцсетях. Возгорание произошло в подкапотном пространстве автомобиля. Пожарные быстро среагировали на вызов и в считанные минуты погасили пламя. Теперь следователям предстоит выяснить, что стало причиной возгорания. В Уташе началось асфальтирование дороги к офису врача общей практики. По поручению мэра Анапы стартовали работы по выравниванию улицы Виноградной в хуторе Уташ Виноградного сельского округа. В 2022 году на улице был построен офис врача общей практики. Проведена замена центрального водовода, завершено строительство газопровода низкого давления. Планируется уложить асфальт на участке около 100 метров. Сейчас ведутся подготовительные работы, засыпка инертных материалов. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты, оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. Астраханская, 104. Лучших ждут подарки. Все необходимые принадлежности для уборки предоставят. С собой нужно взять силы и хорошее настроение. В программе также дыхательная гимнастика и полевая кухня. Мы предоставляем транспорт, который отправляется 24 марта в 9.30 от центра Красная площадь до места проведения субботника, сообщают организаторы мероприятия МУП Акуанапа. Самостоятельно на место можно добраться на автобусе номер 114 до остановки Бульвар Шардоне или номер 128 до остановки база отдыха НИКО. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В классе «Оптимист» пройдет в Анапе с 15 по 21 апреля в рамках соревнования имени Героя Советского Союза Ивана Голубца в весенней паруса Анапы. В течение пяти гоночных дней порядка 200 сильнейших спортсменов со всей страны будут бороться за 15 лицензий на первенство России 2023. Среди них четыре анапских яхтсмена – воспитанника отделения парусного спорта школы Олимпийского резерва номер 1 имени Лещенко. Акватория у побережья Анапы обладает стабильными ветровыми условиями и разнообразной волной – от небольшой ветровой до высокой накатной. Преимущества будут иметь гонщики, способные адаптироваться к любым условиям. Соревнования пройдут на пляже Малая Бухта. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторан-отель Беладжо. Все лучшее в одном месте – ресторанно-гостиничный комплекс Беладжо. К вашим услугам роскошный банкетный зал на 240 человек, европейская и кавказская кухни, радушие и гостеприимство – все это ждет вас в Беладжо. Беладжо – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216. Воспитанники спортивного клуба «Самурай» блестяще выступили на турнире Южного федерального округа по карате. Около 300 каратистов в возрасте от 7 до 16 лет собрались в Пятигорске, чтобы показать свое мастерство в этом виде боевого искусства. Конкуренция среди спортсменов была высокой. Каждому участнику предстояла серьезная борьба за выход на чемпионат и первенство России. В результате анапские каратисты принесли в копилку города 15 медалей – 6 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые. По словам президента анапского клуба «Самурай» Артура Ли, это высокий результат. Ребята долго и упорно готовились к первенству ЮФО. Теперь юным спортсменам предстоит взять новую высоту, показать свое мастерство на чемпионате и первенстве страны, которое пройдет в начале мая в Москве. Поздравляем наших ребят и их наставника с отличным результатом и желаем только победы. Партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акуна Матата». Партнер «Акуна Матата» Далее прогноз погоды в городских подробностях. В пятницу 24 марта нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов, влажность воздуха 66%. Ветер подует с юга-запада со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok